Привет, дорогие мои подписчики! В общем, я впала в глубокую депрессию. Это было связано и со смертью моего бывшего мужа, и с той ситуацией, которая происходит в Украине, и со сменой статуса. Я подавала документы на политическое убежище, а сейчас всё это нужно менять, поскольку я недавно вышла замуж. Всё это занимает время и нервы. Я уже записала несколько видео, но вот смонтировать у меня не было ни сил, ни времени, ни желания, возможно. Ещё я поругалась со своим мужем, потому что он стал на меня даже повышать голос по поводу того, что он может умереть. Я здесь абсолютно не защищена никак. И чтобы я нашла какую-нибудь работу, а из чёрной работы я уехала из Детройта. И если бы не замужество, возможно, я и дальше бы этим занималась. Но, тем не менее, я хотела переехать в Нью-Йорк, где больше возможностей. И, конечно, я себя чувствовала, как рыба в воде, занимаясь журналистикой, тележурналистикой. К сожалению, в новой стране новые требования, новая жизнь, и приходится заниматься тем, что нужно, чтобы как-то выжить. Ну и сегодня мне муж заявил, что вот ты лучше сиди дома и будь всегда в хорошем настроении. И один из способов преодолевать депрессию – это, конечно, подарки. Подарки либо вы делаете сами себе, либо вам делает подарки кто-то. Мой муж недавно потратился на переоформление статуса, на адвоката – это всё огромные деньги. Но, тем не менее, он любит делать подарки, совершенно неожиданные, и всегда это очень приятно. Недавно он мне определил лимит материальный в 100 долларов в месяц. Ну, сейчас он не может себе больше позволить. И я хочу показать, что можно купить на эти 100 долларов. Мой муж оплачивает, конечно же, этот дом, все коммунальные услуги. У него две машины, одна машина в кредите. Ну и, конечно, питание – это всё он оплачивает. Тем не менее, он мне решил сделать ещё вот такой вот подарок. Вообще, мой муж делает часто мне подарки. И это, конечно, очень приятно. Сегодняшнее видео – оно всё на позитиве. Я решила чередовать какую-то грустную информацию с более такой оптимистичной. Потому что иначе выжить нельзя. Итак, поехали. Что можно купить на 100 долларов? Вот я сделала здесь такую своеобразную выставку. Мой муж сказал, что мне неплохо бы прогуляться. Есть такой магазин «Рос». Вот от него пакет. И там для пенсионеров, так сказать, тем, кому уже за 55 есть скидки. Вообще, в Америке очень много скидок. И он сказал, ты там походи. Это супермаркет, где есть от хозяйственных товаров до одежды. И всякие такие бытовые вещи, коврики, картины. Итак, я показываю, что можно купить на 100 долларов. Я здесь оставила ценники. Вот, например, такие спортивные штанишки. Они в середине на байке. Скидки стоили 16 долларов. Их продавали за 9 долларов. Ну и потом по сумме товаров все равно была для пенсионеров скидка. Но все равно в магазине распродажа, вот, например, вот эта вот кофточка стоила 22 доллара. Ее цена продажная 15 долларов. Вот показываю блузку. Блузка тоже 8 долларов. Но это ее изначальная цена. Классическая блузка яркого цвета. Так, тенниска 10 долларов. Стоила 15,50. Курточка так называемая косуха. Ее цена была 23 доллара. Продавалась она за 16 долларов. Я вообще не ношу натуральную кожу, потому что я вегетарианка. И меня вполне привлекает качественный кожзам. Полный восторг. Вот эти вот штанишки. Значит, их цена была 23 доллара. Продавались они за 17. Меня привлекла вот эта вот симпатичная вышивка. Это хлопок и есть элемент спандекса. Они немножко растягиваются. Идеально сидят на фигуре. Опять же, вот хлопковая кофточка. Цена всего лишь 6 долларов. Правда, я думала, что здесь какие-то китайские иероглифы. Но мой муж прочитал, что здесь написано love. И поэтому немножко это меня смутило. Но в любом случае, это хлопок и приятно к телу. Думаю, куда-нибудь пробежаться в магазин сойдет. Вот опять же штанишки. Рваные джинсы. Говорят, они выходят из моды. Но я с этим не могу согласиться. Они полностью обтягивают фигуру. И здесь опять же вот такая вот замечательная вышивка. Продавались они по цене всего лишь 20 долларов. В основном это китайский продукт. Но качественный китайский продукт. Который везется в Америку и пользуется здесь большим спросом. Конечно, тоже очень порадовала. Это вот такая вот накидка. 38 долларов она стоила. Продавалась наполовину дешевле. Здесь вот такой вот красивый мех длинный. Искусственный, конечно. Это безрукавка. Теплая и асимметричная. Сзади вот такой вот хвост. Немного он клешем идет. И я думаю, что будет неплохо вот под эти штанишки. Ну и на закуску я себе купила вот такую вот вешалку. Она совершенно дешевая. Я уже не показываю цену. 4 доллара. И мне нужно было купить еще зеркало. Вот еще хочу похвастаться модницам. Мы сделали с мужем перестановку. Здесь, кто помнит мои предыдущие видео, здесь стоял диван. Мы его снесли вниз. И открылось вот такое вот чудесное огромное зеркало. Сейчас я покажу то, что можно купить на 85 долларов. На эти деньги я купила себе игрушки, как называет их мой муж. Это всякие разные приспособления для видеосъемки на телефон. Эти вещи я заказала через Амазон. Пришла коробка. Потом еще какая-то упаковка. Они это разбросали на несколько посылок. Все это бросалось под дверь. И какое-то время лежало. Никто это не тронул, не украли. Такой вот штатив для телефона. Он довольно-таки высокий. Полтора метра. Головка вращается в разных направлениях. Вот его можно поднимать, опускать. Но почему-то мы не могли настроить вот этот вот пульт для Bluetooth, чтобы нажимать на кнопочку и делать фотографии на расстоянии. Старый держатель для телефона у меня поломался. Он стоил 15 долларов. Вот этот штатив я купила по цене в 22 доллара. Еще я уже купила вот такой вот держатель для телефона в машину. Сейчас я распакую и покажу. Вот такая штука. Здесь все вращается. Это раскручивается. Для любой модели телефона подходит. Ну и это присоска. Долларов за 10 я купила вот такой вот микрофон. Это петля. Шнур здесь до 2 метров. Есть запасной вот такой вот ветрозащитник. Есть также различные насадки в комплекте были. Еще я купила долларов за 6 или 7, я уже не помню. Вот такой вот свет на телефон. Я сейчас его покажу, потому что он у меня сейчас на телефоне. И вы почувствуете разницу, как оно снимает. Вот этот свет. Там вверху кнопочкой цепляется он на телефон с помощью такой себе прищепки. Хочу показать еще вот такую вот штуку. Это перекладина, которая ставится между дверей. Это для занятий фитнесом. Стоит она 20 долларов. Вот здесь вот комплекс упражнений. Я занимаюсь фитнесом. Выдерживает она до 100 килограмм. Вообще у меня дома был такой надежный спортивный комплекс. Я практически всю жизнь занимаюсь фитнесом, поэтому такой штуки мне не хватало. Но мы ее еще не установили. Кстати, вот здесь вот все это демонстрирую. На таком замечательном столике вот здесь вот написано. «Любовь на разных языках». Вот «Любовь по-русски», «Ловь по-английски». Дальше «Любовь на всех языках мира». Этот замечательный столик мой муж нашел практически на помойке. В Америке очень часто люди, которым не нужны какие-либо вещи, они их выставляют и надеются, что кто-нибудь это заберет. И эта вещь еще кому-нибудь может пригодиться. Поэтому, собственно, из-за этого столика я решила сделать перестановку. И упросила своего мужа, который таскал мебель на День Благодарения. У него выдался единственный выходной. Небольшая такая смена интерьера. А любые такие хорошие изменения никогда в жизни не бывают лишними. Ну вот такое получилось предпраздничное видео. Делайте себе подарки, пусть вам делают подарки. И оставайтесь на моем канале. Я обещаю выходить в эфир почаще. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много тем. Всем вам хорошего настроения.